На Арктическом форуме прошла первая в этом году встреча сопредседателей Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая Дмитрия Рогозина и Иван Яна. В составе российской делегации в совещании принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В ходе встречи обсуждались вопросы освоения Арктики и совместного использования Севморпути, строительства железнодорожной магистрали Белкомор и глубоководного морского порта Архангельск, взаимодействия в сферах энергетики, комплексное сотрудничество в ядерной сфере, в сфере АПК и гражданской авиации. На сегодняшний день практически согласован график совместной работы на 2017 год. Первая в этом году встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с председателем КНР с институтом планеты на май на полях международного форума «Один поезд, один путь» в Пекине 14-12 мая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дискуссия на панельной сессии, касающейся будущего энергетики в арктических регионах Российской Федерации. Конечно, мы все отметили, что у нас реализуются крупные проекты в арктическом регионе. Большое количество наших компаний реализуют не только, скажем так, добычу, но и развитие инфраструктуры. Это очень важно для арктических регионов. Речь идет не только о добыче нефти, о переработке, но и в том числе об электроэнергетике, о развитии угольных проектов, создании новых рабочих мест, развитию арктического северного морского пути. Это новые маршруты, которые дают возможность увеличить грузовой поток, сократить издержки и поставлять ресурсы в страны-потребители более, скажем так, оптимальным маршрутам. Всего один первый форумный день в Архангельске работала министра здравоохранения России Вероника Скворцова. Посетила учреждения здравоохранения. Их работа осталась довольна. Встретилась с руководителями первичного звена, главными врачами больницы-поликлиник городов-районов Поморья. Есть очень много позитивного, есть то, над чем надо работать. И мы надеемся как раз обсудить наши ближайшие шаги и среднесрочные шаги для того, чтобы система и далее поступательно развивалась. На расширенном совещании под председательством Вероники Скворцовой поздравили двух врачей Поморья, которые вошли в топ-500 лучших терапевтов страны. Это Александр Ощербина из 2-й Архангельской городской клинической поликлиники и участковый терапевт ЦГБ города Мирный Наталья Колосова. Не отстает и молодежный арктический форум. Его участники продолжают работу над проектами и принимают в своем палаточном лагере высоких гостей. Накануне на лыжном стадионе в Малых Карелах побывал новый руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. На пост ответственного за всю российскую молодежь его назначили буквально на днях 21 марта и один из первых его визитов в наш регион. Сегодня вместе с участниками форума «Арктика сделана в России» Александр Бугаев отправится на пленарное заседание Арктической государственной комиссии, которое проведет президент Владимир Путин. Для них это будет очень важно и полезно. Да, я думаю, не только для них, а в том числе и для, скажем так, старших товарищей. Потому что те ребята, которые собрались здесь, это действительно будущее научное и не только технологическая элита нашей страны. Выставка спецтехники, работающей в Арктике, открылась вчера. Но самое интересное здесь обещают сегодня. Не случайно. К 10 утра на площадку у морского речного вокзала прибудет министр МЧС России Владимир Пучков. До 16 часов зрителей будет развлекать военный оркестр. Самым захватывающим зрелищем станет демонстрация возможностей вот этого автомобиля. Здесь используется для этого технология температурно активированной воды. Подбирая определенным образом давление и температурные показатели воды, вода приобретает свойства, которые позволяют ей разрушать лед на молекулярном уровне. Желающим познакомиться с уникальной экспозицией лучше поторопиться. Сегодня последний день выставки. Работать она будет до 18 часов. Гостей международного форума ждут в музее Арктики имени Борисова. На экспозициях «Суровый северный край» представлен не с научной, а с художественной точки зрения. Здесь сразу несколько выставок. Ненецкая культура, арктические картины советских художников и даже мамонтенок Люба, пролежавший в земле 42 тысячи лет. Но в центре внимания, конечно же, творчество знаменитого северного художника Александра Борисова. Многие из своих картин живописец создавал прямо в Арктике на 30 градусном морозе. Если говорить о том, что подготовлено прямо непосредственно перед форумом, то это зал, посвященный студенческим годам нашего художника Александра Алексеевича Борисова. Все-таки обучался он в Соловецкой иконописной мастерской и в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Погода сегодня в Архангельске обещает быть чудесной. В меру морозной и солнечной. Красивый день для гостей. Днем минус 4. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Малооблачно. Возможен легкий снежок.